Россия накопливает силы на границе с Харьковской и Сумской областями, а также концентрирует силы на западе Белгородской области. По данным Института изучения войны, это делается, чтобы оттянуть и закрепить украинские резервы в районе границы. Но первая операция России на этом направлении оказалась провальной. России не удалось именно отвлечь основные силы и средства с Востока. Как планировалось, Герасимов отработал новую стратегию после снятия Шойгу, показав, что у него есть новый план, это нанесение удара по Харьковской и Сумской области. 66 боевых столкновений с российскими войсками произошло на фронте за сутки, сообщает вечерний сводки Генштаб Вооруженных сил Украины. Силы обороны Украины отбили наступление противника в районе Липцев в Харьковской области. Как отмечают в генеральном штабе ВСУ, за прошедшие сутки российская армия потеряла на этом направлении 191 солдата. Треть этого числа – безвозвратные потери. Кроме этого, украинские защитники уничтожили два танка, две артиллерийские системы, девять беспилотников и семь единиц спецтехники. Также разбиты 24 блиндажа российских оккупантов. С начала суток наибольшее количество боевых столкновений зафиксировано на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают давление противника. Также армия РФ безуспешно пыталась штурмовать на Харьковском и Купенском направлениях. Воины ВСУ наносят российским оккупантам ощутимые потери. Активно применяют средства огневого поражения по живой силе и технике противника. Мы же освоили основные ударные точки огневых средств противника. Поэтому так же само наносим удары по местам концентрации войск огневых сил и средств, складов боеприпасов и пунктов управления, и особенно систем радиолокации и управления. Это такой формат, который обесценивает возможности широкомасштабных наступательных операций. Враг группируется, теряет большие силы. В свою очередь украинские партизаны провели разведку НПЗ в российском тылу, а именно в Ставропольском крае РФ. И обнаружили, что этот нефтеперерабатывающий завод работает на нужды российской армии. Наш агент осмотрел местонахождение НПЗ, который находится в городе Светлоград. По словам агента, завод активно функционирует и ежедневно производится транспортировка нефти. Об этом свидетельствует активность техники перевоза нефтепродуктов и отправка поездов с цистернами. На территории находится огромное количество охраны, которая постоянно патрулирует территорию завода даже в труднодоступных местах. Вероятнее всего, данный НПЗ закрывает потребности в топливе российских войск на южно-восточном отрезке фронта. Более интересная информация о заводе, конечно, уже была передана в нужные руки. Из сообщения партизанского движения АТЭШ. В глубоком тылу российской армии тоже неспокойно. В городе Орск, Оренбургской области, беспилотник поразил радиолокационную станцию «Воронеж-М». Дрон преодолел более 1800 километров. Спутниковые снимки подтвердили, цель была поражена. К слову, станция «Воронеж-М» предназначена для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет. Также беспилотники атаковали две топливно-заправочные станции в городе Ливны, Орловской области, РФ. Пострадали АЗС «Роснефть» и «Нордгаз», сообщают СМИ. Обе расположены в 250 метрах друг от друга и находятся в непосредственной близости к Ливенской нефтебазе. По данным российских властей, в результате атаки якобы погиб водитель пожарной части. Еще трое сотрудников экстренных служб пострадали. Общие же потери армии РФ с 24 февраля 2022 года превысили 502 тысячи военных. За сутки были ликвидированы еще 1150 российских оккупантов. Также украинские защитники за сутки уничтожили 9 танков, 15 бронемашин, 28 артсистем, по одной системе ПВО и РСЗО. Кроме этого, силы обороны сбили 42 БПЛА, 12 крылатых ракет и поразили более 60 единиц автомобильной спецтехники и цистерн россиян.